приветствую ну что ж я долго думал как начать рассказ об этом ноже и долго думал о том какое у меня отношение к этому ножу и до меня в какой-то момент наконец дошло помните на канале была вест паская фронталка такая не дешевая с м390 но я сказал что типа мол это самая клёвая фронталка потому что она а типа режет м390 там ну и собственно говоря все остальное при ней то есть я сказал что наверное это типа самая целесообразная потому что у нее адекватное сведение отличная сталь и да это дорого но она не просто игрушечная это вполне себе нож которым можно пользоваться они просто носить как она аксессуар вот ну и тут правильнее сказать наверное пользоваться скорее в понятно что пользоваться можно любым ножом до любой фронталкой в общем там тысячи за четыре фронталка с d2 она тоже прекрасный нож ну в прямом смысле слова особенно если нормально поточить но не поставки 5 раз поточишь ну явно сведения будет побольше вот вот так надо начать видео об этом ноже потому что ему покажу сейчас покручу поверчу расскажу объясню все что думаю знаю заметил но самое главное скажу сейчас самом начале вот этот нож это единственный из тех что я видел трогал мацал и внимательно осматривал вживую они просто по картинкам смотрел это единственный кинжал который реально можно использовать и уж у стедем она точно единственный то есть остальные из тд мановские кинжалы сделаны интересно и правильно но но этот лучший и он сделан интереснее всех и правильнее всех начнем вот с чего почему я так говорю потому что здесь нет сведения в ноль которая с одной стороны изумительно выглядит изумительно режет но с другой стороны является геморроем заточки для кинжала поэтому сведение в ноль на кинжале это ну не нужно это делает его абсолютно полочником здесь адекватное сведение она не очень толстая где-то 040 45 вот так понятно что очень низкие спуски да с четырех с половиной миллиметров толщины но то есть это конечно не резак но но здесь есть обычный банальный подвод а значит нож можно точить и точить раз за разом это первое второе это и это ну на мой взгляд это важно это то что нож весит не какие-то безумные там 150 180 грамм он не какой-то супер длинный или тонкий ни того ни другого нож по своим размерам вполне обыденный то есть него адекватная рукоятка вот у меня там на целый палец да как бы остается еще место для тех у кого рука там на пару размеров больше это 1 2 адекватной длины клинок причем еще что на мой взгляд хорошо то что примерно в сантиметре заточка от режущей начала режущей кромки от рукояти и это значит что двурядный керамический подшипник вон там он достаточно далеко от тортика который в общем можно порезать вот плюс несмотря на то что эти штуки достаточно нехило торчат он в кармане нормально вполне себе адекватен опять как всегда можно чуть-чуть придраться как липсе потому что она ну наверное не так чтобы идеальная или супер удобная это правда но что называется на наш век хватит но правда скажу что если вы собираетесь его прямо вот носить носить как липсе придется привыкать потому что или может быть искать альтернативную почему потому что во первых посмотрите там не очень много места а во вторых она очень очень жесткая вот она прям реально жесткая и форма вот этого кулачка она такая что на одежду будет садиться ну не идеально вот у него адекватная толщина и он очень ухватистый вот как нож он прямо безумно ухватистый хорошо так вот заполняет ладошку вот можно схватить типа кинжал как кинжал а можно прям вот так вот подальше схватить мне благодаря размеру руки это удобно и попытаться его сжать очень монолитная конструкция вот ну и теперь расскажу дальше по порядку то есть я уже упомянул здесь двурядная керамика здесь очень очень дорого сделанная рукоять то есть это все у нас карбон хороший матовый карбончик двухуровневый такой 3d обработка дальше идет вставка из титана все это прикручено на выпендрежные винты вот спейсер с иероглифами вот наверное это единственное что мне хотя бы знать что они значат но это ладно я думаю что-то типа офигенский нож а дальше самое классное что меня зацепило это то где сделана маркировка стали вот это они прям меня реально зацепили потому что будем это красиво это необычно это интересное место я обращаю внимание всегда на то где сделана маркировка стали и одно из самых необычных мест наверное это вот вот это действительно так мне очень понравилось то что в целом нож сочетает себе практичность и одновременно с этим вполне себе имиджевость одновременно очень современные материалы но достаточно классическую такую хоть и агрессивную кинжальную форму но классический по вариант рукояти да по форме то есть это небольшой сужающийся небольшое сужение конусом вот и поэтому визуально наверно вот прям бомба очень понравился кому-то может нравиться зеленый цвет анодирования вот этих деталей кому-то нет мне кажется что это неплохой зеленый во всяком случае в живую он выглядит неплохо он главное что он не салатовый то есть вот это хорошо с другой стороны если бы это был темно-зеленый мне например было бы кайфовый ну просто потому что я взял с темно оливковой рукоятью керш потому что он мне прям мало как понравился в том числе по рукоятки то есть свет зацепил очень помимо 20 севе стали которые искал теперь смотрите еще что хочу показать очень очень интересное решение это вот здесь внутри доллара во первых долг как произведение искусства сделал это правда во вторых внутри очень интересный финиш похоже на очень грубый пескоструй и вы знаете я такого на ножах не припомню и мне лично очень нравится просто вот безумно нравится выглядит просто суперически и того можно сказать следующее что по совокупности характеристик это реально один из самых использован ну как сказать юзабельных по-другому не скажешь да то есть возможных к легкому простому использованию и самое главное обслуживанию в процессе этого использования ножей и это мне нравится вот он при этом один из самых симметричных кинжалов что тоже очень неплохо и он один из самых ну как сказать нашпигованных кинжалов в плане карбон титан м 390 все круто вот и он одновременно с этим не весит как камень что тоже хорошо одновременно с этим он не какой-то супер длинный супер тонкий супер непонятно как заточенный потом непонятно как точить и так далее и тому подобное поэтому очень-очень и очень взвешенное решение на мой взгляд я прям проникся мне понравилось вообще стадем она мне нравится несмотря на то что у меня он всего один и недорогой но каждый раз когда держу в руках ножи стадем он я в очередной раз и в очередной в очередной раз убеждаюсь что этот бренд они весьма самодостаточные и очень интересны но так до новых встреч интернет эфире седания